Друзья, всем привет! Вы вновь на канале Жизнь за границей. У нас сегодня... Какой день недели? Вторник или среда? Вторник. А, вторник. Вторник, да. Кристина сегодня в школу не ходила, так как мы очень поздно вчера легли спать. Маша ездила на наращивание ресниц. Приехала она в 2 часа, в общем, легли где-то в 3 часа ночи. И такое тоже бывает. Сейчас мы приехали в Карма Бич Клаб. Резорт, так можно сказать. И хочу сейчас сообщить последние новости. У нас на Самуи буквально сегодня закрывается на карантин школа Панади. И мне вчера ночью пришло сообщение от директора на почтовый ящик о том, что возможно, возможно, с завтрашнего дня, с 18 марта, наша Гринакер Скул, тоже уйдет на карантин. А что это по-другому? Ну, это тоже... Это каникулы, можно сказать. Вы должны сидеть дома. Вот. То есть вот такая информация поступила мне буквально вчера ночью. И, возможно, она продлится до мая. Возможно. Но, опять же, не факт. Будем ждать завтрашнего дня. Посмотрите, тут даже рыбки есть в этом пруду. Смотри, смотри, Кристин. Какие классные разноцветные рыбки. Пеструшки, да? Смотри. Во, красная. Смотри, вообще класс. Все, пойдем купаться? Да. И мы сегодня решили прийти на это место, покупаться, позагорать. Но время уже 4 часа, 5 час. Ну, ладно. В принципе, тепло, комфортно. Вода теплая. А, Кристин, молодец. Ушла под воду. Прозрачная-прозрачная водичка, да, Кристин? Ну, как тебе? Хорошо. Ой, как мне. Ну, нормально. Не холодно. Вот, так что, ребят, границы с Малайзией, границы с Малайзией тоже закрывают. Маше надо будет как раз выезжать. Когда ей надо будет выезжать? 28 марта за визой. А граница будет закрыта до 31 марта включительно. Вот, сейчас, я так предполагаю, что виза будет оформляться уже в иммигрейшн, только не на 3 месяца, а на 30 дней. Клоп, я просто поцарапалась. Что ты сделала? Я поцарапалась. Опять, что ли, поцарапалась? Куда? Как так-то? Хорошо. Ну, ты даешь. Ну, ты даешь. Поцарапалась. Место шикарное, классное для отдыха. Ссылка будет на это место в описании. Ссылка на место нахождения, локация. Бедный ребенок поцарапала пальчик и все. А это у тебя царапинка, Кристина. А это царапинка, да. Так что, ребят, да, возможно, скоро закроют границы и с Таиландом, так как школы уже закрываются. Это уже один первый признак того, что границы будут закрыты. Малайзия уже закрыла свои границы, по крайней мере, с завтрашнего дня. Ну, вот куда мы с мамой ездим за визами, это граница в Малайзию. Вот такие в новости. Наконец освободилась качелька. Мы сейчас идем кататься. Какая замедленность? Какая замедленность? Кристина готовит свой аппарат до своих лайков. Какой замедленность? Я не знаю. Все, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас подождите, я музыку послушаю. Хорошо, мы идем на качельки. Сейчас будем кататься, вести на любимое занятие. Вот наша качелька новая здесь установили. Тоже, кстати, все же это все еще место. Прикольно. Придумано. Крестюшка бежит. Да не упади, не упади. Успеешь, успеешь. Давай. На эту кнопочку. На эту кнопочку? Давай попробуем. Давай. Ну давай, раскачивайся. Вообще неудобно качаться здесь вдвоем. Не очень как-то все продумано, мне кажется. Просто на веревках сделано. Со временем это все отсохнет и порвется. Видите, как все примитивно. Это в основном, видимо, сделано для фотографий. Да, для инстаграм. Или для видео. Да, или для видео. Погодка классная. Куча скутеров стоят на берегу. Катера. Народу мало. Относительно сезона этого. В том сезоне, конечно, было больше народа, чем в этом. Это прискорбно. Печально. На этом пляже, сейчас уже 6 часов у нас. На этом пляже, как вы видите, очень мало народа. Сегодня море. А, ну в принципе, достаточно такое теплое. Я просто заходил, когда было солнце, такое было прохладное море. Сейчас уже теплое. Но ход здесь такой, ну, средней глубины. Не такой, как, допустим, на том же самом пляже Бантай. Вот. Ветерок. Ветерок есть небольшой. Все забываю купить. Ветрозащиту. Никак руки не доходят. Точнее, не купить, а сделать. Вот, ребят, коронавирус. У нас вчера вообще пиковый день по коронавирусу. Очень много разной информации находится в интернете. В основном я читаю Facebook. А новости по телевизору я вообще не смотрю. Сегодня мы, кстати, включили новости на YouTube. Мы телевизор-то не смотрим. Именно прямой трансляции с каналов. Записи все смотрим на YouTube. Ну, и все равно мне хватило вот этих нескольких записей, чтобы понять, информация разнится. В социальных сетях говорят одно, на федеральных каналах говорят другое. Показывают какую-то ерунду, какую-то глупость абсолютную. Поэтому уж федеральным каналам я верить точно не буду. Это абсолютно точно. Сто процентов уверен, что скрывают полную правду от нас. Это факт. Обидно, обидно. Прогуливаться по этому пляжу сейчас довольно приятно. Не так жарко сейчас на данный момент. Туристов тоже практически нет. По крайней мере, в этой части пляжа. Отели тоже наполовину пустые. Может, даже еще меньше. Клиентов у нас тоже подубавилось в разы. Сейчас запросы идут в основном местные иностранцы. От местных иностранцев. От русских вообще нет запросов. В основном на длительный период спрашивают жилье. И что-то подешевле. 25-30 тысяч бат за месяц и на годовой контракт. В принципе, таких домиков полным-полно сейчас на данный момент. И причем неплохих. За такие цены готовы сдавать даже. И делать скидку на те домики, которые бы сейчас стоили 40 тысяч. Сейчас собственники готовы сдавать и за 25. Кстати, ребят, если кто-то хочет сэкономить. То есть, в этот период очень хорошо арендовать жилье именно на Самую. Потому что туристов на данный момент не так много. А домов и вилл здесь очень много. И строится также очень много. Вот видите, как здесь отели пустые. Пойдемте в обратную сторону. Отель называется PIS. Отель-резорт. Одинокая собака. Отдыхает. Видите? Замечательно. Идете по пляжу и никого не души. Вдалеке виднеется остров Панган. Кстати, ребят, вчера прошла на фейсбуке такая информация, что на остров Самуи проникли два итальянца. с подозрением на этот вирус, коронавирус. Вот. В итоге их поймала полиция. После чего они каким-то образом сбежали на остров Панган. Ну и сейчас их, конечно же, благополучно схватила полиция. Ну это все, конечно, так. Так, информация к... Вот такие дела у нас тоже бывают. Ребят, только что читаю информацию на фейсбуке. Lama International School выставила пост о том, что она уходит на карантин с завтрашнего дня. Я сейчас вам покажу, если вам будет видно, прочитаете этот пост. Вот таким вот образом он выглядит. Если сможете прочитать, прочитаете. С 18 марта и до неопределенной даты. Вот такие дела. И, соответственно, я так подразумеваю, что с завтрашнего дня будет закрыта и наша школа. В общем, ожидаем официального письма на электронный адрес. Друзья, на сегодня мы закончили свой отдых. Соответственно, влог свой тоже заканчиваем. Сейчас едем домой отдыхать. Завтра у нас начинается новый день. Уже в школу завтрашнего дня мы не ходим. Да, мы тоже не пойдем? Ну да, скорее всего, мы не пойдем. То есть все до мая. Ориентирочно. Подожди, пап. Что? Я же когда с тобой сдавала спеллинг-тест, я все правильно делала? Да. Ну все, будем считать, что спеллинг-тест она сдала. Все правильно. Завтра пойдем что-нибудь купим. Ура! В общем, да. Ребят, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Также, если кто еще до сих пор не подписался на наш канал, советую это сделать прямо сейчас. Поддержите наш канал. Нам осталось буквально до монетизации. Ориентировочно 22 подписчика. Мы будем очень вам признательны, если вы подпишетесь на наш канал. Я знаю, что нас смотрят очень много людей, которые не подписаны на нас, а смотрят постоянно. Я хочу вас попросить, чтобы вы подписались именно на наш канал. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать новые видео от нашего канала. Всем пока-пока. Увидимся на Самуи. Субтитры сделал DimaTorzok